Комплексное заполнение и комплексное заполнение с поворотом. Эти два инструмента очень похожи. Их отличие в том, что комплексное заполнение вы будете использовать, если у объекта предполагается один угол наклона стежкового заполнения, а комплексное с поворотом, если у объекта предполагается несколько углов наклона заполнения с помощью этих инструментов оцифровывать объекты сложной формы например лужи облака многоугольники деправильные правильные формы и так далее процесс создания объекта это обрисовка его по периметру кликните по иконке комплексное заполнение левой клавишей мыши установите желаемое заполнение например тотами кликнув по иконке левой клавиши мыши и определите цвет будущего объекта также кликнув левой клавиши мыши по цветовому квадрату на панели цвет перенесите кусок мыши на рабочее поле и создайте произвольное количество точек кликая левой клавиши мыши обратите внимание что между точками формируется прямая линия теперь создайте несколько точек кликая правой клавишей мыши между строчками и между точками формируются изогнутые линии а теперь поочередно создавайте точки то правой то левой клавиши мыши таким образом создавая точки правой и левой клавишей мыши вы можете обрисовать по периметру объект любой сложной формы. Если в процессе оцифровки вы создали точки не в том месте, нажмите клавишу Backspace на клавиатуре и продолжите работу. Чтобы завершить оцифровку в автоматическом режиме, не соединяя первую и последнюю точки, три раза нажмите Enter. В этом случае программа сама выставит угол наклона стежкового заполнения, а также расставит точки начала и конца вышивания объекта. Это самый простой способ создания объектов с помощью инструмента комплексного заполнения. Теперь проделаем то же самое, но не будем завершать создание объекта в автоматическом режиме, а один раз нажмем Enter. Объект замкнулся. Смотрим на нижнюю панель с подсказками. Программа предлагает нам продолжить оцифровку и создать отверстие в нашем объекте. Формируем отверстие и нажимаем Enter. Программа снова нам предлагает продолжить оцифровку и создать еще одно отверстие. Мы отказываемся и нажимаем Enter. Теперь нам предлагают определить угол наклона стежкового заполнения. Кликаем в точке А. Затем перетаскиваем курсор мыши в точку Б, указывая вектор направления. Кликаем. Объект сформирован. Если зайти в режим редактирования объекта, то все, что вы сделали и определили ранее, можно легко поправить. Наведя курсор мыши на контур и кликнув левой или правой клавиши мыши, вы можете добавить дополнительные точки, чтобы изменить форму. Сможете скорректировать угол наклонность стежкового заполнения и даже поменять точку начала и конца вышивания объекта, которые по умолчанию выставляют с программой. Кстати, это тоже можно изменить. Зайдите в меню установка параметра. По умолчанию в программе включена функция ближайшие соединения, которая определяет, где лучше поставить точку начала и конца, исходя из уже имеющихся объектов. Вот таким образом программа оптимизирует протяжки между объектами. Отключив эту функцию, вы сможете выставлять точки начала и конца на этапе создания объекта. Создаем объект. Нажимаем Enter. Снова нажимаем Enter, отказываясь создавать отверстие. И на панели подсказок видим, что программа предлагает определить точку начала вышивания. Определяем. А затем точку конца. А после чего выставляем угол наклона стежкового заполнения. И объект готов. Я, если честно, человек хаос. И мне больше нравится три раз нажимать Enter и потом в процессе редактирования поправлять угол наклона, точки входа, выхода и так далее. Поэтому верну свою настройку обратно. Быстрое соединение. Любимую настройку. Но при этом в случае, когда точно знаешь, как должен выглядеть объект, способ, при котором все определяешь сразу, будет вполне уместен. Теперь комплексное заполнение с поворотом. Принцип работы с комплексным заполнением с поворотом тот же самый. Кликая левой и правой клавишей мыши создаем кривые или прямые сегменты в зависимости от нашей фантазии или от умеющейся картинки. Разница в том, что при завершении формирования объекта в автоматическом режиме необходимо пять раз нажать клавишу Enter. Разберем детально. Формируем объект. Первое нажатие Enter, объект замкнулся. И программа предлагает нам сформировать отверстие. Формируем одно отверстие и нажимаем Enter два раза. Теперь программа предлагает ввести точку начала вышивания объекта, а затем точку конца вышивания. После этого необходимо определить углы наклона стежкового заполнения. Их может быть несколько. Создаем угол наклона и нажимаем Enter. Объект готов. Зайдя в режим редактирования, вы сможете посмотреть, как что вы сформировали и при желании поправить. И если в процессе создания объекта вы передумали, то нажмите клавишу Escape на клавиатуре. Обратите внимание, что оба объекта легко и просто конвертируются один в другой. Выделяем объект «Комплексное заполнение». Кликаем по инструменту «Комплексное с поворотом» и два раза нажимаем Enter. Выделяем «Комплексное с поворотом». Выбираем инструмент «Комплексное». Вуаля. Если вы создали объект, а потом поняли, что вам необходимо создать в нем отверстие, то нет необходимости его переделывать. Для этого имеется специальная функция «Добавить отверстие». Выделите объект. Кликните левой клавишей по иконке «Добавить отверстие». Перенесите курсор мыши на рабочее поле и сформируйте отверстие или отверстие в нужном объекте. Закончив оцифровку, нажмите Enter. Объекты сложной формы именно благодаря форме очень часто имеют встречное заполнение, в результате чего в объектах при вышивании могут образовываться щели. Вот такие. Чтобы избежать этого в программе имеется ряд настроек. Вызвать настройки можно либо кликнув по инструменту правой клавиши мыши, либо дважды кликнув по объекту левой клавиши мыши. Настройки эти работают не всегда так, как хотелось бы и заслуживают выпуска отдельного поясняющего видео с примерами. Поэтому в данном видео коснусь просто кратко и объясню, что к чему. Перекрытие. Это добавление дополнительных рядов к отдельным сегментам объекта в тех местах, где происходит встречное заполнение. Берем сложный по форме объект. У программы есть свой собственный алгоритм заливки его стежками. Она заполняет объект так, чтобы не было обрезок и протяжек. Для этого вышивания проходит по сегментам. И в результате мы видим встречное заполнение. Именно в этих местах часто появляются зазоры при вышивании. Вот чтобы избежать эти зазоры, можно применить добавление перекрытия. По умолчанию выставлено значение один ряд. Чтобы вам было понятно, применю максимальное количество рядов. Кстати, мы тоже самое делаем вручную, создавая объекты инструментом колонка. Подкладываем один объект под другой, чтобы не было смещения при вышивании. Конечно, такое количество рядов излишне. Хотя, кто его знает, может быть, когда-нибудь вам пригодится. В целом, трех-пяти рядов зачастую достаточно. У комплексного заполнения с поворотом, помимо перекрытия, есть настройка угол сужения. Параметр угла определить, насколько заполнение будет заходить под встречную заливку. Вот здесь хорошо это видно. Типовой угол. Принцип понятен, но добиться программы, как это выглядит в применении к заполнению, я так и не смогла. Типовой угол. Это настройка, которая активируется только в том случае, если заданные вами углы наклона программа не может воспроизвести. Эдакий откат, если не получается применить алгоритм. Также типовой угол может повлиять на угол наклона укрепления. И вот как раз это он делает очень качественно. Если у вас не устраивает, под каким углом легло укрепление в объекте комплексный с поворотом, поправить его вы можете именно здесь. Думаю, все прекрасно видно. Припуск для пробега. Это последнее. Когда программа, следуя алгоритму, переходит к вышиванию нового сегмента, она прокладывает строчку. Так вот, если эта строчка окажется близко к контуру объекта и появится вероятность, что во время вышивания строчка выйдет за край, вот, к примеру, в случае применения неровного края, вы можете зайти и поправить расстояние от объекта до строчки, указав нужный параметр. Вот в руководстве здесь прекрасно все показано. Если честно, за все время пользования программой у меня не возникло необходимости вмешиваться именно в этот параметр. Если у вас есть пример, буду благодарна за присланный файл с таким объектом. На сегодня все. Всем хорошего дня и удачной вышивки!